Сегодня 11 июля 2014 года, 11 утра, мы находимся в городе Славянске возле райотдела милиции. Славянского райотдела милиции, точнее то, что от него осталось. Вот мы приехали, как говорили нам постоянно на протяжении этих месяцев, мы какие-то каратели, мы какие-то там негодяи. Вот мы приехали сюда в город, посмотреть, что случилось с местным населением после того, как освободили город, наши украинские войска от российских террористов. Мы проехали весь город, мы не заметили никаких карателей, город начинает восстанавливаться, живет нормальной жизнью, потихонечку восстанавливается к нормальной жизни. Люди свободно ходят по улицам, говорят на русском языке, мы тоже говорим на русском языке, мы киевляне. Нет никаких этнических чисток, нет никаких преследований русскоязычного населения. Ну такая вот ситуация, будем сейчас снимать город, показывать вам, что вот та пропаганда, которая средствует массовой информации России, она не соответствует действительности. Здесь никаких фашистов, бандеровцев нету. Нет, ну мы их сейчас будем искать, конечно, может мы их найдем, но мы в этом сомневаемся, по крайней мере. Пока мы сюда ехали, не встретили ни одного. Капец. Ну да, с ним вещество, пострельное, в дырку. Российская пропаганда постоянно рассказывала, что якобы украинская армия обстреливала дома жителей Славянска, чисто ради того, чтобы там изместили, там кого-то уничтожить. Ну как видно, в данном месте были размещены окопы, предварительно выкопанные террористами, и с этих позиций велись боевые действия. То есть террористы, сепаратисты просто установили тут огневую точку и бомбили, получается, украинских военных. Естественно, украинские военные наносили ответный удар. И для того, чтобы потом списать на то, чтобы якобы украинские военные бомбят мирных жителей, террористы специально размещали свои окопы возле жилых домов. Ну и при нами трактор, значит, и ролик, значит, окопы соберут вокруг, вот так вот вокруг дома пошли вот на углу. Так к мирным гражданам нормально относились или… Нет, все нормально было. Мы их не трогали, мы старались не велькать, знаешь, в огороде там лишний раз мы их даже не показывались. Ну вот так вот. Ну а что же было? Ничего, они не ходили, нас не забирали, они нас не пугали. Не, ну пугали все еще, вот так вот, все. Я же, наверное, наполовину, у меня мама житомирская область, а я же я… А у меня отец с хреницкой. Ну короче, мы все тут, да. Ну вот это же они нам рассказывают, вот мы вас защищаем, а вы тут нас прогоняете. Один с ополчением на меня сказал, говорит, тебя что, застрелить? Я же когда пожарники приехали, когда это все было целое, а первое разместло вот это. Они это тушили, вот окончилось. А я хорошо бочком тушил все это. И не выезжал, я говорю, что через вас все это, вас просили, не стреляли отсюда. А они пишут, соседи, как же там, все живы. А ты что, хочешь, чтоб тебя пристрелили? Да, говорю, иди ты, такой сосед любил, я тебя в этом месте. Ну я же, конечно, тогда была на эмоции, я там такого именно говорила, что… Ну понятно. Какие слова знала, все это сказала. А вы, получается, в доме были, да? Я в доме была, да. Ватутино 45, а все артисты есть? Там 49-й. Нет. Черная зуба. Запомнили, да? Ватутино 45, и внизу там дом вообще зарел. 49-й тоже. При попадании. Ну вы можете ходить так по улицам и суть и видеть. Здесь разрядили все магазины. Здесь не в аптеках ничего такого нет. Ни продуктового, ничего. Ни продуктового, ничего. Выпили? Выпили? Да. Выпили? 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 Да. Что им так надо было бомбить? Хотя бы флигель остался. Вот туда все улетело. Вот там мы же кантовались и в погребе. Выпили? Выпили? Да. Выпили? Да. Выпили? Выпили? Какая она здесь с внуками? Бомба убежища, да? Ну она здесь с внуками. Одна с двумя внуками. Да. Обычная бомба. Все, что осталось. Говорит, что после первого удара сразу сюда спряталась. Все уже, когда все закончилось, вышло уже на монету. Пожалуйста, вы там ближе. Вы как-то более донесете. Вас увидят, услышат. Нас тут никто не видит, не слышит. А вы как-то донесет. А вы как-то донесет. Да, ну хоть как-то. Что-то вы понимаете? Все же раз этот самый. Все. Не то, что стен нет. Пустишь силой пока поснимать. Да. Потому что не вилки эти. Общественной организации пускают. Все, все за этот самый. Заходите, вот еще. Ну вы поднимитесь, пожалуйста. Тоже наверху снимать. Да, и туда-вы. Это вот со своим рядом лежало, блин. На диване, блин. Руку пропиху. У соседа получается снаряд засуги под фундаментом. Его срикошетило. Вышел он вот вверху. Они только вчера получили 400 заявок по вашему месту. Но это только местные. Еще не об этом не понимают. Завтра. Дай бог, поедем. Мы потормозим. Потому что они говорят, ничего не разбирайте, пока не приедут и не поснимают. Я говорю, у меня, например, в двух комнатах полностью все осталось. Все детские вещи. Что значит не разбирайте? Пойдет дождь. Сама нас что-то размочит и все. Не поймешь, что делать надо. Не разбирать, не разбирать. Уже сегодня четвертый день. Говорят, еще не создали комиссию. Комиссию создали еще вчера. Сказали очень много районов. 14 районов по Савинску. Мне объяснили так. И что мы не знаем, когда мы к вам приедем. Нет столько людей. Это живая эмоция. Ничего другого не передаст, как именно горе людей. Сами люди, которые пострадали. Которые остаются и живут. Они не понимают. Они не ополченцы. Они не просто тут живут. Это их дом родным. Может быть мы бы с тобой тоже не бросали дома. Или там где наши близкие, родные. О них все забыли. Порошенко говорит бороться за сердца людей. И за их ума. Вот сейчас нужно бороться. Не там автоматами. Вот сейчас. И не через месяц, и не через год. А именно тогда, когда людям негде ночевать. И негде спать. И нечего. Оставляю. О, машина. О, машина. Нет, не может быть. О, машина. Нет, не может быть. О, машина. О, машина. Тихонько. 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 Да, можем еще дальше. Надо кому-то дать. А вот меня и ранило осколком. Я вот скажу, что они хотят. Один сказал, есть копья. Моя попья. А, на двох. На, на, на. Разбирай. А вода вообще нужна? Водичка нужна. У нас воды нет. Водичка нужна. Давай пересармомите. А ему давайте кашу. И второй сюда, да? Ну, там уже. А, да. Возьмите, Витя. Возьмите, Витя, возьмите. Возьмите просто по чуть-чуть каждый и все. А водички нет у вас? Нет. Водички нет. Водички дурак даем людям. Спасибо вам, Господи, Ангела вам хранить. Спасибо, будем заезжать к вам по возможности. Спасибо, ребята, дай вам Бог здоровья. Хоть вы немножко выручили. Спасибо. 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 Спасибо.